Жители по улице Касымханова переживают за качество питьевой воды. 8 ноября рудинская фирма «Грандстрой» начала земляные работы возле их домов. Компания проводит канализацию для религиозной общины «Источник жизни». Но так получилось, что канализационные трубы прокладывают непосредственные близости с водопроводом, который к частному сектору провели в 2010 году. Когда мы строили, мы это делали основательно, по всем стандартам. То есть канализация и вода на расстоянии двух метров. Мы еще просили с экономических точек зрения, а можно ли нам сделать это все в одну транше. Ну, шибко это дорогое мероприятие. Нам сказали, ни в коем случае по стандартам это не положено. Теперь получается, мы не можем смешивать водопровод и канализацию свою, но мы будем смешивать свою воду, то есть канализация лежит как раз на уровне нашей холодной воды. Сомнительная фирма «Рудинская», «Гранд», которая не показывала нам свои разрешения, документы, они вероломно, можно сказать, в субботу-воскресенье начали делать эти работы, зная, что мы никуда не сможем обратиться, потому что в выходной день все предприятия не работают. Такое соседство сетуют жители окрестных домов, грозит кишечной палочкой и другими инфекционными заболеваниями. По словам людей, по проекту канализация здания религиозной общины должна проходить внутри аллеи, но там растут деревья. Мы знаем, что после 1 октября все земляные работы запрещены, кроме аварийных. Они раскопали наш водопровод, два раза его нам уже порвали. Теперь наш водопровод лежит рядом с их канализационной системой. Хотя по всем СНИПам мы знаем, что расстояние между канализацией и водопроводом должна быть не менее полутора метров. Люди опасаются, что зимой водопровод может замерзнуть, а на этой улице семь частных домов и детский сад. Вчера мы залезли в траншею, померили, у нас есть все снимки, видео, померили расстояние между водопроводом и канализацией, оказалось 60 сантиметров. Это нарушение всех правил и норм. Накануне жители обратились в городской отдел ЖКХ. Им пообещали, что срочно все работы будут приостановлены. Несмотря на то, что дважды здесь был порыв и по 4 часа люди оставались без воды и без отопления, работы до сих пор продолжаются. Сегодня их планируют закончить. Руководитель подрядной организации показывает, свое лицо отказался, но с журналистами все-таки пообщался. Мы производим ремонтные работы по замене канализации. Вместо сотого диаметра мы прокладываем 315 диаметр. По всем правилам, по всем нормам. На это у нас есть утвержденный проект, согласованный. На это у нас имеется разрешение. Но все разрешительные документы не видели ни местные жители, ни журналисты. Люди обратились в прокуратуру. Но рассматривать заявления в надзорном органе будут в течение 15 дней. А потому жители сомневаются, смогут ли они потом доказать, что работы на этом участке были выполнены с нарушением. Балжан Ержанов, Софья Чернова, РТН.